Привет, дорогие мои сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон С. И на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Больше всего я ненавижу, когда меня берут и держат за дурака. Я сейчас говорю про интервью Натальи Водяновой, которой она дала Телеграф. Я не буду врать, я уважаю Водянову. Я люблю саму идею Водяновой. Я люблю саму идею, которую несет Водянова. Берем Золушку из совершенно ужаснейших российских реалий, которая вытаскивает свой совершенно замечательный билет, строит головокружительную карьеру, уходит замуж в прямом понимании этого слова за принца, рожает двоих красавцев детей, бросает принца, уходит к молодому миллиардеру, рожает от миллиардера еще двух красавцев детей. Помимо всего прочего, бесперерывная карьера модели. Не просто модели, а топ-модели. Она действительно буквально везде. Вот наша Наталья Водянова. И вишенка на торте жизни Наташи Водяновой, это то, что она филантроп, она меценат, она не жалеет своих сил, она адвокат людей с серебральным параличом. Но все знают ее историю. Девочка торговала фруктами. Ее заметили, открыли. Она поехала покорять мир, и ей это удалось. Окей, мы слышали эту историю раз, мы восхитились. Мы слышали эту историю два, мы восхитились. Когда история рассказывается по новой 150 раз, обсусоливается буквально в каждом втором интервью. Рассказывается в деталях. Вы знаете, меня немного это утомило. У Наташи небольшая зацикленность. Вы знаете, есть такой смертный грех, который называется гордыня. У Наташи, мне кажется, вот эта самая гордыня и есть. Все поняли, откуда ты. Все аплодируют тебе, что ты добилась всего сама. Ты умница, ты до сих пор красавица, тебе 37 лет, ты действительно восхитительно выглядишь. Но мне немножко навязла на зубах эта жизненная история Наташи. Такое ощущение, что кроме этой истории ей действительно рассказать больше нечего. И вот буквально на днях она изливает душу телеграф. В этом интервью она рассказывает, как она до сих пор, вот ей сейчас 37 лет, у нее от принца двое детей и от миллиардера двое детей. Она сейчас с Антуаном Арно. Это сын того парня, который владеет Луи Виттон, Гуччи и всеми этими гигантскими модными конгломератами. И на данный момент это один из богатейших людей на планете. Как вы знаете, ни один социальный ивент в России, в Токио, в Лондоне, в Нью-Йорке, уж тем более в Париже, где бы не засветилась Наташа в окружении своих друзей. Но ее откровение телеграф. Вы знаете, у меня огромный дом и всю женскую работу я делаю сама. Мой муж ничего не умеет готовить, даже простую яичницу. И мне приходится все самой, не покладая рук, делать в этом доме. Единственное, что годится мой муж, это уложить детей в постель. По своему опыту, я знаю людей, у которых 4 киоска, которые торгуют фруктами, и у них уже есть домработница. К чему все это? Я не люблю, когда из меня делают дурака. Я не понимаю, что у нее за пункт. Не матери героини, не жены героини, а женщины героини. Все сама. Социальный фонд. И помогла инвалиду сестре. И вырастила своих детей. И успевает свою карьеру. И успевает пить вино на каждом социальном ивенте на планете. Но вот вопрос. К чему вся эта ложь? Ну не готовит она мужу яичницу. Ну не укладывает ее муж детей в постель. Ну не делает она ничего дома. Зачем она пытается из себя сделать вот практически живую святую? К чему вот эти жизненные откровения, когда все знают, что это все неправда? Есть такой феномен. Я ж мать. Это женщины после рождения ребенка, у которых весь мир концентрируется вот на этом ребенке. И весь остальной мир отходит на второй план. У Наташи, я так понимаю, нездоровая обсессия с собственной персоной. Я не умоляю ее достоинств. Ни в коем случае не умоляю ее достижений. Но к чему вот это тяжелое бремя воображаемой женщины-героини? Все сама. Все своими руками. Даже яичницу мужа миллиардеру готовят. Я не могу понять вот это вот внутреннее свое состояние, когда мне просто хватило Наташи Водяновой и ее нон-стоп восхваление себя, своей жертвенности, своей тяжелой жизни и как она всего добилась своими руками. В какой-то момент, когда дело касается Наташи Водяновой, одно ощущение внутри. Ну надоело, когда тебе нечего сказать, ну просто помолчи. Или скажи что-то по теме, ну к чему вот эта форсированная показуха, которую все знают, но не является правдой. Еще один пунктик, который у меня немножко поднял мне брови. Она рассказала, что воспитывает детей в строгости и старается не давать им нездоровую еду. И вот здесь начинается самое интересное. Она задумывалась о правильном питании для детей, когда ее старший сын был, цитирую, вот в кавычках, «немного пухловат». Тогда ему было 10 лет. Это вдохновило ее запустить сервис по доставке полезного детского питания. Что значит «немного пухловат»? Во-первых, вопрос первый. Что значит «сын в 10 лет немного пухловат»? Там еще Бэби Фэд никуда не ушел. А это не вдохновило тебя, что просто перестать ему давать сникерсы и дать ему просто яблоко, когда детек хочет чем-то побаловаться? Вот к чему вот эта логичная цепочка объяснений своих действий. И опять же, я помогла стольким матерям. И что меня вдохновило на это? Мой пухлый 10-летний сын. Я не знаю, почему все вот это интервью вызвало у меня такое жесткое отторжение. И все, что мне хотелось сделать, это рука-лицо. Наташе стоит понять хорошего пиар-агента, который ей говорил, в какой момент не что говорить, а хотя бы когда нужно замолчать. Но утомила ты, по крайней мере, меня своими душезливаниями, которые идут на репития. Вы знаете, что меня немножко пугает? Что я знаю ее жизнь лучше, чем личную жизнь моих близких друзей. Вот это меня немножко пугает. Что вы думаете, дорогие мои матери, жены и подруги? Криштиану Роналду. Очень много ходит слухов о его возможной нетрадиционной сексуальной ориентации. И здесь в комплекте все. И бывшая его невеста Ирина Шейк, которая уже сколотила о себе репутацию как борода у известных и популярных геев, которые до сих пор в шкафу. И суррогатное материнство, и поездки в Марокко с красивыми парнями, которые на фотографии хлопают его по заднице. И постоянный водоворот невест, которые модели. Криштиану Роналду был вовлечен в скандал. Американка Кэтрин Майорк обвинила его в насилии. Она утверждала в 2009 году, опять же классический момент, в седом бородатом 2009 году, аж 10 лет назад, футболист надругался над ней в одном из отелей Вегаса. А затем якобы заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. И рассказать о насилии спустя 10 лет, по ее словам, решила по нескольким причинам. Во-первых, она сказала, что получила серьезную психологическую травму. И постоянно думает о том, чтобы закончить свою бренную жизнь на этой земле. А во-вторых, вдохновило ее движение Me Too, где женщины в Америке выступают за свои права. И особенно, когда дело касается домогательства страны сильного пола. Но суд Невады посчитал, что у нее недостаточно доказательств, чтобы начать действительно дело в отношении Роналду. И отклонил всю эту тему. Но Кэтрин не остановился на этом и подала гражданский иск против Роналду. И вот именно это вынудило Роналду вытащить все документальные подтверждения. По документам есть официальные расписки, где написано, что интимная связь вроде бы как была, и насилия никакого не было, и 375 тысяч долларов было заплачено девушке на тот момент, чтобы она сохраняла молчание и урегулировать вот этот вот конфликт. Я не понял, в чем конкретно был конфликт, почему была передана такая гигантская сумма 375 тысяч долларов. Если насилия не было, и она подписала этот документ, был что? Интим? Какой интим в 2009 году стоит? 375 тысяч долларов. Смотря на всю на эту тему, мое мнение, не было никакого интима, не было никакого насилия, не было вообще ничего. И все эти подавания в суд, все эти непонятные телодвижения, все махания расписками, это не больше, не меньше, чем такая многоходовка, когда дело касается лишнего пиара. Мне кажется, что человек заранее готовился годы до, чтобы прикрыть свою, опять же, ориентацию, потому что все мы знаем, что футбол и спорт, в принципе, это очень гомофобная организация, если так это можно сказать. И карьера действительно может полететь у человека, если он сделает открытое заявление, что он нетрадиционной ориентации. По мне, это просто часть огромного пиар-действа, чтобы просто поддерживать свою репутацию, женолюба и прямо такого жесткого, что даже приходится откупаться по 375 тысяч за интим, которого вроде бы как по бумаге и не было. Вот мне очень интересно, к чему возник вот этот вот спор, откуда вылез этот суд и что конкретно пытаются всем этим сейчас прикрыть. Вот мне очень интересно ваше мнение, что вы вообще думаете. Я буду очень удивлен, если Роналду действительно натурал, что насилие действительно имело место быть. Тогда откуда такие 375 тысяч долларов отступных, за что конкретно? Мне очень интересно, мне, блин, мне любопытно, до невозможности мурашки бегают. Знаете вы или нет такого актера, как Эзра Миллер? Он, не скажу, что он всегда очень на слуху, но актер достаточно известный. И вот, как оказалось, Urban Decay заключили с ним контракт, и теперь он новое лицо косметической линии, он амбассадор Urban Decay. И вот такие были представлены снимки, где Эзра Миллер стоит в макияже от Urban Decay. Я понимаю, это сейчас просто очень остро. Нет, совсем нет. Конечно же, это сарказм. Мне кажется, мужчина, носящий макияж, это было бы остро, наверное, в 2015 году или в 2010. Вот тогда Urban Decay произвели бы революцию. Но в 2019 году, выставив такое, Эзра Миллер, красивый мужик. Но зачем делать из него чучело? Зачем делать из него страшное существо в стиле Антон С. в начале своей карьеры на Ютубе? Я просто не знаю. Я не вижу ни провокации, я не вижу ни инновации, я не вижу ничего того, что сподвигло бы меня пойти в корнер Urban Decay и прикупить что бы то ни было. Большего провала, вот с точки зрения пиара и вообще маркетинга, для меня не было очень давно. Это все огромный испанский стыд, когда стоит молодой парень на сложных щах с дурацким макияжем и пытается продать что? Новую палетку теней? Я не знаю, сколько Urban Decay ему заплатила за этот испанский стыд, но боже мой, мне кажется, людям нужно немножко остановиться, потому что это выглядит просто, черт возьми, безобразно. Совсем нету ничего провокационного и того, что в 2019 году я скажу «О, да! О, да!» Дайте мне то, что он продает. И говоря о парнях в париках и макияжах, если честно, я устал от RuPaul Drag Race. All Stars это то, что я сейчас смотрю, потому что там мои любимые звезды травести сцены Америки. Но утомил сам формат. Как бы качественно его не продолжали снимать, что бы интересного они не приносили в принципе, но утомляет. Одно и то же по кругу. Даже самые замечательные сериалы, они себя изживают, когда идет вот одна вот репетативность. И вот интересное что-то. RuPaul Drag Race UK. Скоро на канале BBC RuPaul будет искать и лучшую драг-королеву британских островов. Считаю, что британцы в принципе генетически некрасивая нация, но будет очень интересно познакомиться с британскими драг-королевами и посмотреть, чем они там занимаются на Туманном Альбионе. Но вот новое шоу буквально за углом и будет интересно посмотреть. Я еще думал вчера, откуда RuPaul на обложке интервью, а здесь оказывается это часть большой шумихи. RuPaul Drag Race UK. Ух, интересно. Драма. Столько много интересных журналов публикуется в наше время, столько красивых обложек, что я чувствую, что у нас становится нашей стандартной рубрикой. Вот очень интересная обложка номера China. Китайский номер. Я не любитель ни таких моделей, ни такой эстетики. Но вот хотелось просто показать Тереса ради азиатский взгляд на моду. Типичная Азия, если честно. Япония, Корея, Китай. Ну вот такой вот номер. Не скажу, что фанат, но привлекло внимание. Что скажете? Идет нескончаемая драма с сестрами Хачатюриан. Кто только за них не вступился. Даже я сам снял отдельное видео. Вот теперь в деле сестер Хачатюриан, кажется, наметился финал. По крайней мере, сожмем кулачки, что, скорее всего, девочек признают жертвами насилия и многолетние издевательства и домогательства со стороны отца признают. И, скорее всего, суд оправдает девочек и отпустит их на свободу. Дай бог им моральные вот эти вот силы пройти через все это и суметь, я не думаю, что получится, но хотя бы попытаться начать жизнь с чистого листа и попытаться забыть все, что было вот до сегодняшнего дня, как самый страшный сон силым бедненьким. И вот момент, который называется «Перестарались». Пару дней назад Ким и Кайли Дженнер поделились плакатом, где они занимались пиаром своего нового парфюма. Но всем было плевать на этот парфюм. Какой-то ретушер лишился своей работы. Это 100%, потому что у нашей красавицы Ким на ноге аж целых 6 пальцев. Вот такие вот дела. Одно дело, как такое прошло контроль качества в принципе, опять, может быть, это пиар-ход, это второе, а третье, ну сколько можно ретушировать? Вот утомили. Знаете, я перестал любить Инстаграм в принципе, потому что не осталось ничего живого. Сплошная ретушь, сплошные силиконовые куклы, у которых нет ни морщин, ни пор. Не то, что я чувствую себя плохо, все и так, все знают, как они могут ужасно выглядеть, какие бывают ужасные ракурсы у той же Кайли Дженнер, но сколько можно ретушировать и так, топорно, шесть пальцев на ноге, ребята. И вот в копилочку красивых обложек ВОГ. Я третье видео подряд восхищаюсь украинским ВОГ. Я третье видео подряд восхищаюсь обложкой сентябрьского украинского ВОГа, который посвящен великолепному Киеву. И вот такой бэкстейдж съемки ВОГ Украина. Вот так это все проходило. Господи, как же мне... Я не могу понять, почему мне это так сильно нравится. В этом сезоне у меня гигантская любовь к ВОГ Украина. Умнички. Красавчики. Вот и все были сплетни, вот и все были новости. Огромное спасибо всем, кто поддерживает лайком, огромное спасибо всем, кто поддерживает комментарием. Честно, любой комментарий, даже если вы напишете слово комментарий, это уже будет значить много. Спасибо огромное, что помогаете строить наше такое дружное сплетническое комьюнити. Я считаю, мы здесь на пороге чего-то замечательного. Ребят, нас практически 72 тысячи. Я люблю абсолютно каждого из вас, потому что я знаю, что мы делаем с вами историю. Спасибо огромное всем, кто примыкает к нашей армии сплетников. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. У нас сплетников много никогда не бывает. Спасибо еще раз за вашу замечательную компанию. И честно, кто-то может быть не согласен, кто-то согласен 100%. Смотрите на ситуацию так, что мы живем в мире, который прекрасен сам по себе различием. Вот слово diversity, разнообразие, разнообразные мнения, разнообразные пристрастия. Все вокруг делает этот мир гораздо более красочным, когда у каждого есть свое мнение, и каждый приносит в эту копилку чуточку своего. Мне очень интересно ваше мнение, что вы думаете по поводу сегодня к них сплетен. каждый день на этом канале свежая пачка сплетен и новостей только для вас. Спасибо еще раз за компанию. Увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok